Вот рассматриваем такое действие, когда он выполняет захват, поворачивает меня, вот то, что у него сюда, отрепетируем. Вот это действие. Я использую его первое действие, не используя рук, еще чего-то. Просто меняя свое положение. Он же воспринимает меня как что-то реальное. Он ко мне привязан своей силой. Нет, и он действует. Он меня поворачивает, он ощущает меня. Вот это уже можно использовать на таком уровне. То есть, когда он подходит, момент проходит, тоже выглядит нереально. Долгое время эти вещи, они казались какими-то фокусом. Но фокус еще был впереди. То есть, он выполняет захват, обратите внимание на его руку. Я могу это делать ни при чем. Мы положим его сюда, выполняем захват. Он тянет свою жестко-постороннюю руку. Что? Рука наполняется, она тянется вперед. Вот, заход вперед. Вот, видите? Вот взаимосвязь. Опять те же самые варианты, которые мы показывали. Сидя на коленях, в базовой технике. Тянется сюда. Можно остановить. Возможно, кто-то может посмотреть на эту форму атаки. Какой-то скрытый, атаки в атаку, еще что-то такое. Каждый волен трактовать это по-своему. Вот, из разряда фокусов. То, что нужно было. Когда он выполняет захват, вот это положение, если все привести в движение, вот такое положение, оно работает как форма, которая передается ему и он приобретает амплитуду броска. Если он активный. То есть, когда... Здесь работает рука. Навес у нас соединяет сразу же свою руку и тело более активно. Одной рукой я сработать уже в ляпе смогу. Поэтому я должен отключиться от руки и работать центром. Тандем, о котором везде пишется и говорится. Жесть. Еще раз, разометно, надо посмотреть, если... Рука моя подвадривается по этой силе. Вот. Вот она сюда приходит. Но мне важно по времени правильно с ним сойтись. Проход. Можно сразу использовать его движение и отразительность. Это как бы... Как волна откатывается от бега или еще что-то. Вот. То есть, что истечили руки. Да, руки. Ничего. Вот. А теперь это можно выполнить, скажем, со стены. Если он толкает вот так, прямо, он стоит, он устойчивый. Он толкает с условием устойчивый. А где представьте, что он толкает не перед собой, а с такой же силой толкает вот сюда. Ну, раз, не устойчивый стены. Устойчивый стены. Он должен был быть. Возможностей организма. Не только физический, но и психофизический. То есть, надо рассмотреть такой вариант. Если я буду, у нас такая вертолейная осанка находится, а он будет меня толкать в плечи. Ну это просто выжил. Я попытаюсь сопротивляться прикладывая силам. Я даже могу подразумеваться в таком положении. А если я расслаблюсь и направлю свою конституцию из меню, вот таким вот образом, то он даже может принять положение упор лежа на моих плечах. А я при этом не буду практически испытывать никаких физических сил. Люди, которые более-менее разбираются в механике, физике, они связаны с помощью простейших законов физики. Плюс, которые взаимосвязаны, либо идут от естественной физиологии человеческого существа.